Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, мы снова в лакшери-хаус. Мы закончили на платье. Сейчас у нас будет еще одно платье. Волшебные руки Елены переодевают сегодня Ларису. Итак, платье. И на монтаже могу сказать, я заметила, насколько нас все-таки, нас, женщин-представительниц прекрасного пола, украшает платье. Платье это всегда очень-очень красиво. Есть возможность, всегда надевайте ремень. Я люблю ремни. Мне кажется, это красиво. И я не согласна с тем, что ремень нужно носить только тем, у кого талия. Ремень можно носить на бедрах. Ремень можно носить, если мы полнеем в бедра, не на талии, а чуть-чуть повыше под грудью. Это всегда будет очень красиво. Украшения и аксессуары. Я уже рассказывала о них. Лакшери-хаус. Это в основном украшения Фабиана Филиппи. Они всегда очень красивые, очень утонченные. Я люблю аксессуары, хотя сама их редко использую. Вы мою ошибку, пожалуйста, не повторяйте. Аксессуары делают любой лук более собранным. Следующий лук – это платье. И не просто платье, а черное. Я знаю, что очень многих может удивить, как в жару можно ходить в черном, как вообще в летних коллекциях предлагаются черные платья разной длины. И рукав может иметься даже. Но могу сказать, что черный цвет традиционно очень любим итальянками именно летом. Вообще, наблюдая за итальянками, могу сказать, что они очень любят черный летом. И светлые тона зимой. И это не случайно. Черный очень красиво сочетается с загаром. А светлые цвета, в особенности белый цвет, и вся его интенсивность от бежевого до жемчужного, хотя, наверное, тоже, конечно же, не белый, очень хорошо смотрится. Именно когда день не солнечный. Поэтому именно в зимний день вот такие светлые аутфиты будут смотреться в особенности хорошо. А летом, да, в Италии мы здесь любим очень черное. И я сама являюсь поклонницей черного небольшого платья именно летом. Здесь важно отметить, что в Италии города таким образом спроектированы исторически, что очень много тени. Поэтому если ты не находишься под прямыми солнечными лучами, то в черной одежде, это может быть платье, может быть рубашка и даже брюки, жарко, что называется. Ну, по крайней мере, не печет. А с другой стороны, когда на улице плюс 35, плюс 37, то неважно, в каком цвете ты одежда, потому что жарко все равно. Но также в Италии очень высокая влажность, в особенности летом, в особенности, если нет ветра, но это уже все зависит от региона. Следующий лук – это бермуды и блузка трикотажная, обувь плоский ход, кроссовки, кеды Фабиано Филиппи. Добавляем к этому комплекту кожаный пиджак Фабиано Филиппи. Этот пиджак – это моя любовь. У него настолько мягкая кожа, настолько приятно его держать в руках. Вот прям на самом деле, когда ты берешь вещь в руки и чувствуешь ее качество, это на самом деле очень редко сейчас, когда ты просто тактильно можешь ощутить, что да, вещь качественная. Если вы случайно попали на это видео, хочу сказать вам, что у Елены и Ларисы свой магазин. И все, что вы видите на ваших экранах, можно приобрести. Пересылка, я, насколько поняла, уже по всему миру. У Елены и Ларисы большой опыт в пересылке. Они большие молодцы, они очень многому научились, в том числе и ведению своего бизнеса в совершенно новых условиях, в которых мы все с вами оказались. Следующий лук собран из рубашки в полоску с необычными деталями и брюк. Такие брюки в Италии, я всегда говорю, очень любимые. На мой взгляд, это самая популярная модель, самая распространенная. И по моим скромным наблюдениям, именно эта модель подходит большинству из нас. Брюки прямые, слегка к низу заужаются. Современные брюки редко подворачиваются. Но если у вас есть брюки, которые нужно укоротить, их вполне можно подвернуть и носить таким образом. Брюки, как правило, со стрелками. Имеются карманы спереди и сзади. Но, повторюсь, основная все-таки характеристика, отличительная особенность подобных брюк, любимых в Италии, что они имеют стрелки. Они укорочены, и самое главное, они заужаются к низу. Вот прям все, как на ваших экранах. Серая сумка Фабиано Филиппи. Есть такая же черная. Я показывала ее однажды на витринах. И, возможно, даже сама была героиней, которая держала эту сумку в руках, когда в прошлых примерках я одежду мерила. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, сейчас Лариса переоденется. Покажем мы вам ободок Фабиано Филиппи с характерной деталью. Очень узнаваемая деталь, которая часто присутствует на аксессуарах, а также на одежде Фабиано Филиппи. Те же самые брюки и другая блуза с аппликацией из цветов на плече. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий образ – это брючный костюм. Брюки будут широкими и такой же трикотажный топ. Хотя нет, вы знаете, я ошибаюсь, это не брючный костюм. Это даже две разные марки. Я вспомнила эти брюки, я примеряла. И я как раз таки мерила брючный костюм у этих брюк. Они льняные, есть свой пиджак. В то время как трикотаж Елена предложила Ларисе сегодня другой. Немного подводят нас и портят нам эстетику изображения и этикетки сзади, но никуда от них не деться. Потому что все вещи новые. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я благодарю Luxury House за гостеприимство. Я благодарю Ларису и Елену. Особая благодарность Ларисе. Повторюсь, это была ее первая съемка. Я думаю, что ей было очень и очень непросто. На этом с вами прощаюсь. Очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Продолжение следует.